Добрый день, дорогие друзья, и рад приветствовать вас на самом канале. В прошлый раз у нас была как бы вводная часть этой темы. Сегодня вместе с вами мы будем рассматривать вопросы, которые не просто важные, но еще и злободневные для любого возраста и любого места на нашей земле. В нашем разборе сегодня мы затронем всего 4 вопроса. Отношение к браку, отношение к детям, отношение к финансам и вопрос пожеланий. Вот перед тем, как мы вместе с вами начнем рассматривать наш урок, я хочу высказать несколько идей. Я очень благодарен Богу, что через разные ситуации у нас растет подписка на рутуб канал и подключаются к телеграм-каналу. В комментариях попросили сделать QR-код на рутуб, мы его вставили в начале. Можете навести на экран и подключиться. Я читаю все ваши комментарии и благодарен за вашу активность и поддержку канала молитвами, лайками, финансами. Пока есть возможность, будем продолжать разбор и делиться знаниями на любых доступных платформах. Конспекты некоторых разборов субботней школы находятся на сайте, ссылка в описании или в телеграм-канале. Также у нас будет к этому уроку дополнительный материал телеграм-канале, пользуйтесь им. Просьба к тем, кто является участником телеграм-канале. Не нужно дублировать материал с сайта, если он уже выложен. Будем удалять просто. И это дело одновременно. Просто пролистайте чуть выше и найдете весь материал. Итак, переходим к разбору нашего урока. Наставление учеников, вторая часть. Основной стих, который нам предлагается к этому уроку, Марка 10, 45. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Когда мы внимательно смотрим на этот текст, о чем он нам говорит? Если вы посмотрите контекст, то немножко выше Христос дает урок о том, как вопрос господства поднимается небом. Это не только в отношениях между троицей, но и между ангелами, между другими небожителями. А наш основной стих звучит как итог, в котором Христос, указуя на себя, говорит «Я так живу, смотрите на меня, учитесь так жить уже здесь, сейчас, если стремитесь попасть в вечность». Первый вопрос, который мы поднимем, и он затрагивается в нашем уроке, – отношение к браку. Давайте прочитаем этот отрывок, который нам предлагается, и посмотрим, как евангелист освещает позицию Христа по вопросу брака. Это 10 глава Марка с 1 стиха. Отправились оттуда, приходят в пределы иудейские за Иорданской стороной. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женой. Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей. Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего мати, прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что уже не двое, но одна плоть». Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей, женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Если вы посмотрите, весь отрывок построен в такой форме диалога. Сначала Христос общается с фарисеями, объясняет им этот вопрос. Потом ученики пытаются этот вопрос выяснить еще и для себя. Это как бы обзор-отрывка. Но что происходит в данной ситуации в целом? Вообще развод был допущен законом Моисеев ввиду местных условий и тех обстоятельств, свойственных положению евреев как нации. Он был простым гражданским постановлением, чем, по-видимому, многие из евреев так злоупотребляли, что с течением времени сделалось почти обычным мужу оставлять свою жену из-за всякой пустой причины. Около времени Иисуса Христа было две школы – Галела и Шамме. Они вели оживленный спор касательно расторжения браков. Первая из них истолковала закон Моисея о разводах с крайней легкостью, а последняя более согласовывалась в этом с духом постановлении Моисея. И вот книжники и фарисеи предлагают вопросы Иисусу Христу. Это написано «Искушай его! По всякой ли причине позволительно человеку разводиться женой своей?» И вот интересно, Христос на это отвечает, что брачный союз должен быть свят и нерасторгаем. И если Моисей позволял развод, то позволял по жестокосердию народа, который был неспособен к кротости, к терпению, к самоотвержению. Только одно может давать право на развод – это нарушение супружеской верности. И другие особо важные причины – это угроза жизни супруга в любом виде, насилие над ребенком и так далее. Вообще всякий развод, совершаемый по легкомысленным причинам, Христос говорит, есть грех и не может быть дозволен. Более того, пророк Малахий об этом говорит еще более прямо. Я хочу несколько переводов провести. Это Малахий 2.16, перевод Агиенко. Он говорит, ибо ненавижу развод, говорит Господь Бог. Кулаков пишет, не терплю разводов, говорит Господь Бог. Перевод Абиссии. Я ненавижу развод, говорит Господь Бог. Мне понравился перевод РБО в этом стихе. Прогонять жену и ненавидеть ее, сказал Господь Бог Израилю, все равно, что пятнать себя насилием. Сказал Господь воинств, берегите дух ваш и не становитесь предателями. Вообще, в чем актуальность вопроса о разводе в Библии и вообще в каноническом праве? Когда мы смотрим примерно 2 миллиарда и 33 миллиона христиан на земле, ну можно сказать почти 33 процента жителей сегодня стараются сверять свою жизнь с Библией, с нормами вот этого права. Развод, несмотря на распространенное общественное мнение, понятие древнее, можно сказать даже библейское. И в Библии изложено учение расторжения брака, указаны условия, при которых оно допустимо. Равины, которые прочно стояли на почве древнееврейского предания, утверждают, что жена имела право требовать развода в таких случаях. Первое. В случае лишения ее со стороны мужа супружеского общения. Второе. Если в случае, когда 10 лет супруги не имеют детей и если доказано, что причиной последнего является муж или не выполняет своего долга или у него болезнь. Третье. В случае физических недостатков. Четвертое. В случае нравственных свойств супруга, делающих продолжение брака невозможным. Пятое. В случае заразительной болезни мужа. И шестое. В случае ненравящейся жене основного занятия или ремесла супруга. Но в основном поднимается вопрос кожевиного производства. Потому что там запахи, которые не удаляются. Когда я читаю Ветхий Завет. В Ветхом Завете, где впервые упоминается развод, не содержится четких правил расторжения брака. Брак рассматривается как гражданский договор, который может быть расторгнут. Мужчина имеет право на несколько жен. Это В Ветхом Завете. Право на развод принадлежит мужчинам. Женщины могут пользоваться им лишь в немногих случаях. Мы шесть перечислили. Прелюбодеяние влечет для виновного, который застигнут на месте смертную казнь. Его просто забивали камнями. Законы Моисея в области брака были достаточно либеральными. Посуществовавшие в то время правовой традиции муж обязан был развестись с женой в случае прелюбодеяния и имел право на развод, если находил в ней что-нибудь противное. Ну, Библия так говорит. Второзаконие 24 глава. Если кто возьмет жену и сделает ее мужем, сделается ее мужем, и она не найдет благоволение в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Жена имела право расторгнуть брак, если муж лишал ее пищи, одежды и супружеского сожития. Ну, в Исход 21 главе говорится, если же другую возьмет за него, но она, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. И если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром, без выкупа. То есть право расторгнуть брак появляется у жены в том случае, если муж нарушал условия вот этой древней брачной клятвы. Слова, которые задумывались о вечном, наши современники сегодня произносят при заключении брака. Получается, что прелюбодеяние упраздняет супружество. Теперь возникает вопрос о степени этого расторгающего действия. И вот здесь, если посмотрим, появляется как бы нерв разногласия между православием и католичеством. Вот смотрите, православие считает разрыв безусловным и дозволяет невиновному новое бракосочетание. Но католики смотрят на это и немножко иначе. Ее учение окончательно было раскрыто на Триденском соборе. Брачная связь абсолютно неуничтожима. Ни под каким условием, кроме смерти. Потому что превращает ее в прелюбодеяние. Тогда влияние этого преступления может сопровождаться лишь внешним разобщением совместно с пребыванием в житейском или в плотском смысле. Ну они так написали в своем постановлении. Технически это выражается формулой, что брак допускается, ну презревшим, допускается только разделение супругов и все. То есть они живут отдельно. И ни одна сторона не имеет права на нового супружества. В православии есть интересная формулировка. Молитвы веры. И ныне, и присно, и во веки веков. Ну слово ныне, хоть и устаревшее, понятно. То есть сейчас, в данный момент. Выражение во веки веков тоже понятно. Это там, где-то в будущем. Оно означает вечно, всегда. Вот самое интересное слово присно. Вечно, всегда, но более точно изначально. То есть с самого начала. А что же было изначально? На что указывал Христос в этом вопросе? В нашем уроке берется текст Бытие 2.24, но я хотел бы его прочитать в Танахе. Там Библия говорит, «Потому оставить человек отца своего и мать своего и соединиться». Вот это слово в оригинале звучит как буквально «склеится» с женщиной своей и станут они одной плотью. Какой мы можем сделать вывод? 7 глава Римлянам 2-3 стих апостол Павел говорит, «Замужняя женщина привязана с законом к живому мужу». И если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже, выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Немножко дальше, в 1 Коринфянам 7 главе с 10 стиха он говорит, «А вступившим брак не я повелеваю, а Господь жене не разводится с мужем. И если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жене своей». Но в вопросе супружества есть еще одна сторона этого вопроса, на который многие люди как-то не обращают внимания, а зря. Дело в том, что брак или супружество обязательно должен быть официально зарегистрирован. Сегодня некоторые люди называют вот это сожительство гражданским браком, при этом совершенно не понимая сути этого выражения. Дело в том, что гражданский брак – это брак, который оформлен юридически, но он не получил благословения в церкви, там не было сочетания. А если люди сегодня живут вместе, не имея юридически на этого права, то это просто сожительство или прелюбодеяние. И не нужно оправдывать это выражением «мы в гражданском браке». Вообще, чем грозит это «таковым» супругам? С позиции государства почти в каждой стране в случае смерти кого-то «живой» супруг и его дети не имеют никакого права на наследство. Когда я смотрю на интересную позицию Бога по этому вопросу, обратите на это внимание. Второзаконие 23, 2 стих. Я прочитаю это в переводе Кулакова. «И всякий незаконно рожденный», то есть, когда брак не зарегистрирован, тоже не может быть принят в общину Господню. Также и все потомки его вплоть до десятого поколения не могут быть сопричислены к общине Господней. Вы понимаете? Получаются вот эти проблемы, не только материального вопроса, когда живут два человека, не зарегистрированные в браке, но и в духовном плане потомства, Библия говорит, до десятого поколения не могут получать преимущество принадлежности к церкви. Об этом нужно очень серьезно подумать. Тема о семье. Короткий стих. Как важно быть не просто парой, а ниткой, скрученной втройне. Творец всего, она и он. Такой божественный закон. Когда не я, а мы. Когда не мне, а нам. Когда и радости, и горе, все делят пополам. Когда без слова понятны улыбки, взгляд, движения рук, боль, радости души, мечты и сердца стук. Вторая мысль, о которой мы сейчас поговорим, это отношение к детям. Оно как бы одно из другого вытекает. В Марка в 10 главе с 13 стиха мы читаем такую историю. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним». Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Это еще один пласт отношений, который Христос затронул в своем учении. И здесь мы видим сразу несколько уроков в этом отрывке. Значит, первый урок – это когда до родителей доходит понятие, что ребенка нужно привести к Богу. Это непросто. Я попробую это проиллюстрировать, на примерах Библии. Берем первую семью. Адам и Ева воспитывают детей одинаково. И как результат, Библия говорит, сразу теряют трех детей. Авель расчленен старшим сыном, они его похоронили. Каин со своей сестрой, это их дочь, ушли далеко после этой трагедии. Им было очень трудно решиться снова заводить детей. А еще труднее потом было привести этого ребенка к Богу. По крайней мере, так говорит Библия, что Адам это сделал аж при рождении своего внука. Это 235 лет прошло. Потому что там, у ворот рая, при детях, надо было им рассказывать о том, что это из-за их греха. Все люди потеряли возможность жить вечно. Они потеряли вот этот сад. Именно из-за греха Каин убил своего брата. Из-за греха все теперь смертны. Вторая семья очень интересная. Семья Ломеха. Библия говорит о том, что он родил сына для того, чтобы даже название ему придумал, имя его такое, чтобы он утешал их в старости, помогал им в труде. Но Библия говорит, после того, как они его принесли Богу, сын перестал выполнять их планы. Он, как бы сказать, стал притчей во языцах. Вдруг начал строить ковчег. Третья семья. Семья Авраама. Библия говорит, ему самому было трудно в семейных отношениях. Да, он имел какие-то такие некоторые отношения с Богом, даже что-то выполнял. Но Библия говорит, он сам лично вступил в сознательные отношения с Богом аж в девяносто девять лет. Его первому сыну в этот момент было уже тринадцать лет. Но еще большей проблемой для Авраама было принести Богу Исаака, потому что там, на горе, стоял вопрос его жертвы. Четвертая семья. Интересно, это первая глава, первое царство. Елкана и Анна. Да, они приходили к Богу, постоянно приходили, но у них не было детей. И Библия говорит, вот у них появился ребенок. И Библия говорит о том, что в три года они теперь отводят ребенка к Богу навсегда. Можно вспомнить еще много семей, когда родители приносили детей к Богу. Иосиф и Мария принесли Иисуса в двенадцать лет. Захария и Елизавета, своего сына, тоже посвятили на особое служение. Елкана, отца мы даже не знаем, он был грек. А Евника, отец был грек, мы даже имени его не знаем, отдали Тимофея для служения Богу. Вообще, почему родителям так трудно сделать вот этот первый шаг, взять и принести ребенка к Богу? Во-первых, это может напомнить их прошлую жизнь, как Адаму. Это может в корне изменить будущность ребенка, как Ноя. Это может привести к разлуке, как Самуила. Это может привести к смерти, как Исаак, как Христос. Это как бы первый слой проблемы, которую Христос поднял в этом отрывке. Второй урок. А второй слой – это вопрос уже допуска детей к Господу. Дело в том, что эта проблема тянется до сих пор. У некоторых церквах буквально есть табу на присутствие детей в церкви. Они тут шумят, мешают, отвлекают, как-то рассредотачивают. И поэтому где-то придумали отдельные помещения, и дети, которые приходят в церковь с родителями, сразу идут туда, чтобы не мешали. Вообще, когда я читаю этот отрывок, я вижу, что и ученики были этим заражены. Библия говорит прямо, они не допускали детей в присутствии Христа. Они запрещали родителям это делать. Интересно, а что произойдет, если в церкви мы не услышим детского небольшого шума? Знаете, дело в том, что тихо только на кладбище. Такая церковь рано или поздно станет кладбищем. Детей-то выгнали. Вы посмотрите на реакцию Христа в этой ситуации. Библия говорит, «Он вознегодовал». Оригинал передает это слово «негодовать», «возмущаться», «гневаться». Это реакция Христа. Третий урок по этому отрывку. Вы посмотрите, Христос в конце этого отрывка обращает внимание на некоторые качества детей, которым неплохо было бы иметь и взрослым, если они хотят быть Царствой Божьим. Первое – доверчивость. Ребенок верит всему. Неважно, это родитель или другой взрослый, он просто доверяет ему. И второе – незлопамятность ребенка. Я когда смотрю, в песочнице подерутся дети, там обсыпят песок, песком друг друга. Буквально через пять минут поплакали, и опять они играются вместе. Они готовы к общению. Небольшой стих на эту тему. «Нам Бог дает детей не просто так. Нам Бог дает как дар их, как награду, как высшую награду и отраду, как своей любви открытый знак. Нам Бог дает детей и через боль, и через сострадание и заботу, большую ежедневную работу. Мы, жертвуя, становимся собой. Нам Бог дает детей как жизни суть, в божественную мудрость обликая, даруя нам, Господь, детей как путь, при жизни, чтоб любя достигнуть рая». Третья мысль, о которой мы сейчас поговорим – отношение к финансам. Насколько это больная тема. Десятая глава Марка, семнадцатого стиха. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его – «Учитель, благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему – «А что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». «Знаешь заповеди? Не пролюбодействуй, не убивай, не коради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать». Он же сказал ему в ответ – «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему – «Одного тебе не достают, пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутивши от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим – «Как трудно, имеющим богатство, войти в Царство Божие». Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ – «Дети, как трудно, надеющим на богатство, войти в Царство Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие! Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой – кто же может спастись?» Иисус, возрев на ней, говорит – «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему – «Вот, мы оставили все и последовали за тобой». Иисус сказал в ответ «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а веки грядущим в жизни вечной. Многие же будут первыми последними и последние первыми». Вот здесь, в этом отрывке, Христос поднял вопрос имущества в целом. Вот обратите внимание, сегодня мы можем встретить много возмущений со стороны верующих даже по вопросу Десятины. Они пытаются найти в кавычках оправдание своему нежеланию возвратить Богу, что принадлежит Ему по праву. Десятина известна была издревле, еще задолго до Моисея. Дерево познания добра и зла уже было символом Десятины. Это еще до грехопадения. Адам отдавал Десятину, Иаков обещал Богу отдать Десятину. У евреев вообще было несколько Десятин. Господня, благотворительности, госналог, плюс пожертвования. И Бог смотрел на все эти вопросы очень своеобразно. Вот обратите на это внимание. Когда строили Скинию в пустыне, посмотрите, что Бог сказал. Исход, 35 глава, 21 стиха. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения Скинии собрания, для всех потребностей, для всех священных одежд. Приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни, привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу». Заметьте, если сердце не расположено к этому, то все эти приношения, дары, десятины, они не нужны ни нам, ни Богу. А Христос в этом уроке поднял вопрос даже не десятины, и даже не нескольких десятин, даже не жертвенности каких-то обетов. Вот в этом отрывке Христос поднимает вопрос о всем имуществе. Это касается как движимого, так и недвижимого имущества, вообще всего, что есть у человека. Вот как редко христиане не думают об этом вообще. Это не только вопрос завещаний после смерти. Здесь поднимается вопрос еще здесь, при жизни, сейчас. Как трудно даже верующему человеку понять одну важную истину. Второзаконие, 8 глава, 17 стих. Бог говорит, чтобы ты не сказал в сердце твоем «Моя сила, и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Да, это прямо не говорится, но сегодня это подразумевается. И из-за этого человек так живет. Он прямо считает, что все, что он имеет, это его. И всякое посягательство, хоть на какую-то часть собственности любого человека, церкви, даже Бога, воспринимается человеком крайне негативно. Это происходит почти со всеми людьми. Вот трудно человеку согласиться с тем, что если бы Бог не дал разум, мы были бы одинаково глупы. Так Науходоносор прямо сказал Даниила в 4 главе. Мы были бы одинаково бедны, потому что мы ничего в мир не принесли с собой. Но вернемся к нашему отрывку. Вообще, о чем идет речь? Чтобы мы лучше поняли все эти вопросы, просто настоятельно рекомендую прочесть один раздел, короткий. Это второй том, книги «Избранные вести», Илья Навайт написала, «Утешение и ободрение». Вот запишите себе. Второй том «Избранные вести», четвертый раздел. Там очень многие вопросы со всех сторон были освящены Богом. Я повторяю еще раз этот вопрос. О чем же идет речь в нашем тексте? Когда мы смотрим на него внимательно, Христос ни в коей мере сегодня не призывает всех подряд продавать свое имущество, раздавать это нищим и тут же становиться бомжами. Речь не об этом. Христос поднимает вопрос приоритетов в жизни человека. К чему привязано наше сердце? И Христос прямо говорит ученикам, что если они поставили Бога, Его миссию на первое место в своей жизни, то проблем с едой, кровом над головой, с близкими людьми не будет. И здесь в этом вопросе Христос прямо говорит о том, что именно наше отношение к материальному показывает нашу суть, кто мы. Вот если взять на горную проповедь. Христос говорит, если я христианин, то, 6 глава Матфея, 19 стиха, я не собираю себе сокровищ на земле, потому что там моли, ржа истребляют. Я собираю себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают, не крадут, потому что там мое сокровище и там мое сердце. Но если я язычник, даже если я хожу в церковь, Христос говорит в Нагорной проповеди, 6 глава Матфея, 31-32 стих, я забочусь и говорю, что мне есть, что мне пить, во что одеться. Это мой поиск в этой жизни. Именно в таком разрезе Христос осветил этот вопрос в Нагорной проповеди. Именно эту мысль Христос пытался донести до вот этого молодого человека, до учеников, до нас сегодня. Небольшой стих об этом. Когда течет все хорошо, и в кошельке порядок, тогда к Христу я всей душой, без всяких неполадок, но кризис лишь проник в карман, и мысль в душе Господь обман. Неужто деньги так важны, что затмевают Бога? О них и мысли все, и сны, и вера так убога. Возник финансовый вопрос. Спроси, кому помочь Христос? Четвертая мысль, о которой мы поговорим сегодня, это вопрос пожеланий. Если вы посмотрите урок, то он как бы имеет два таких направления. Пожелание в будущем и пожелание сейчас. Давайте поговорим о пожелании в будущем. Десятая глава Марка с 32 стиха. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их. А они ужасались, и слезы за ним были в страхе. Подозвав двенадцать, он опять начал говорить о том, что будет с ним. Вот мы и восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его насмерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его. Он сказал, что в третий день воскреснет. «Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которое я крещусь?» Они отвечали, «Можем». Иисус сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которое я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону или по левую, не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав десять, начали негодовать на Якова и Иоанна. И Иисус же подозвал их, сказал им, «Вы знаете, что почитающие князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так». «А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугой, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Я когда думал над вот этой темой, интересно, меня посетила мысль о том, что да, спасение Бог дает всем одинаково. По 20 главе Матфея «Неважно, ты 12 часов в винограднике поработал или час, одинаково получаю динарии». Но, поднимая вопрос о каком-то положении вечности, и Библия, и Дух пророчества говорит, все-таки есть несколько отличий спасенных вечности. Там не будет уравниловки. Я хотел бы обратить ваше внимание на эти отличия. Значит, первая категория спасенных, которые будут выделяться среди всех, которые будут отличаться от всех остальных других спасенных в вечности, это Даниила, 12 глава, 3 стих. «И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие мною их к правде, как звезды вовеки навсегда». То есть, первая категория – это миссионеры. Они будут выделяться как-то по внешнему даже виду. Вторая категория спасенных людей, которые тоже будут отличаться в вечности. Елена Уайт описала в одном своем видении картины вечности. И там она пишет интересную вещь. «На пути мы встретили другую группу людей, которые, как и мы, созерцали великолепие этого места. Края их одежд имели красную отделку. Их венцы сияли, а одежды были белоснежные. После приветствия с ними я спросила Иисуса, кто эти люди. Он объяснил, что это мученики, которые были убиты за его имя. С ними было много детей, которые также имели красную кайму на одежде. Это книга ранние произведения, девятнадцатая страница. То есть, вторая категория – это те, которые пострадали или пострадают еще за Христа. Это красная полоска на крае их одежды. Третья категория спасенных, которых Бог тоже отметит. Луки, девятнадцатая глава, с пятнадцатого по девятнадцатый стих. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла десять мин. И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла пять мин. Сказал и этому, и ты будь над пятью городами. Мы видим третью категорию людей, которых Бог выделяет или выделит в вечности. Это те, кто правильно использовал доверенные таланты. Есть такое предположение, что на каждой планете будет только один город, на нашей земле Иерусалим. Поэтому это будут управляющие планетами, а количество зависит от верности. Именно, может, поэтому Петр сказал, что некоторые искупленные будут царями. Первая Петра 2.9. Четвертая категория, которая будет тоже особо выделена в вечности. Откровение 3.12. «Побеждающее сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящее с неба от Бога моего, и имя мое новое». Здесь идет речь о 144 тысячах. В отличие от всех остальных искупленных, Библия говорит четко, что вот эти спасенные, они будут всегда пребывать в Новом Иерусалиме, всегда будут перед лицом Бога. Если другие спасенные могут позволить себе иметь дачу где-то, куда-то на другие планеты отлучаться, то эти будут всегда в Божьем присутствии. Они как будто будут в центре управления всей Вселенной. О чем хочется сказать именно в конце вот этой части размышления, о планах о будущем, о каких-то идеях. С одной стороны был прав Давид. Псалом 83.11 «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи, желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Да, лишь бы туда попасть». А с другой стороны, как говорил русский литератор Александр Фомич Погосский, он говорит, «Плохой тот солдат, который не думает быть генералом, а еще плоше тот, который слишком думает, что с ним будет». В основном почему-то люди знают первую часть этого выражения. Да, попасть в вечность хорошо, но лучше еще думать о каком-то положении и там. И вторая непростая тема о планах, о каких-то желаниях, которые мы хотим прямо сейчас иметь. Здесь, сейчас. Евангелие от Марка в 10 главе 46 стиха мы читаем историю. «Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, в Артемии сын Тимея слепой сидел у дороги, прося милостыния. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился, велел его позвать. «Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Здесь история говорит прямо, человек вот сейчас хотел здоровья. Да, есть желания, которые мы хотим, чтобы они исполнялись прямо сейчас с нами. Но здесь важно обратить внимание на некоторые детали, которые христиане очень часто упускают из виду. Вот если взять вопрос здоровья. Вот на что стоит обратить внимание в этом вопросе? «Есть такой фактор, что болезнь может быть ко благу» Римлянам 8, 28. «Или чтобы в нас что-то воспитать» 2 Коринфянам 12, 7. Второй момент. Обязательно надо согласовывать это с волей Бога. 2 Коринфянам 12, 8-9 стих. Да, Бог может дать здоровье, но после этого человек имеет долг перед Богом за все то, что он сотворил, спас, а теперь еще вылечил. Это не только в том, чтобы прославлять Бога, но служить Ему еще с большим рвением. А в списке желаний сегодня, сейчас может быть много оппозиций. Вопрос трудоустройства, вопрос оформления каких-то документов, даже покупка какой-то дорогой вещи, автомобиль, дом или еще что-то. Вопрос создания семьи. На список можно продолжать до бесконечности. На что всегда стоит обращать внимание в этих просьбах? Да, мы можем и должны озвучивать свои просьбы Богу. Об этом прямо дает совет апостол Павел Филиппийцам 4, 6. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Но здесь обязательно должны добавить одну позицию. Луки 22, 42. Говоря, отче, ой, если бы ты, а теперь вставьте любую свою просьбу. Неважно какую. И дальше продолжите. «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И тогда просто благодарите Бога за любой ответ. Даст или не даст? В какое время? Каким образом? И это уже будет вопрос воли Бога и вопрос нашего блага. Небольшой стих об этом. Размышляйте о Боге, друзья, ежедневно, чтобы сердце не стало холодным совсем. И заметьте, в жизни своей перемены у Него есть решение всяких проблем. Мы желаем сегодня вам радости в Боге, чтобы стал самым близким Он другом для вас. И тогда в вашем сердце не будет тревоги, лишь уверенность в том, что Спаситель вас спас. Я эти тексты в полном объеме сброшу в телеграм-канале. Благодарен Богу за то, что Он сегодня дал каждому из нас так много уроков по самым разным вопросам. Но самое главное – их понять, принять и жить по ним. До следующей встречи на нашем канале. До свидания.